добрый день дорогие друзья мы начинаем наш урок урок у нас молодильные яблочки омоложение да и сегодня вот вы сейчас видите уже константина мы сразу приступаем к делу это стрессы и как они вот влияет на длину теломеров вот сейчас более подробно поскольку вчера было какие-то общие данные ну и естественно у нас будет медитация а константин еще раз более подробно про длину теломеров и как эти стрессы на нас влияют четко установлено сейчас что стрессы укорачивают длину теломер и точно также точно установлено что определенные упражнения там медитации и определенный образ жизни удлиняют длину теломер мало того проводили эксперименты когда люди которые находились длительное время в стрессовой ситуации и действительно у них оказались самые короткие теломеры из всех групп которые наблюдались их вели медитации курс медитации определенный и количество теломераза у них увеличилось на 40 процентов на три месяца и соответственно после этого начались удлиняться и сами теломеры вот эта зависимость прямо показано понимаете прямо показано то есть хорошо удлиняется плохо укорачивается но тут есть одна особенность скорость этих изменений и направленное воздействие понимаете то есть если просто делать обыкновенную медитацию как бы вот ненаправленного типа она конечно хороша она конечно помогает за счет нее тоже происходит удлинение теломер но если медитация специально направлена на этот процесс результаты мягко сказать удивляет лучше хорошем смысле слова вот и кроме того медитации омолаживающие они связаны не только с теломерами они носят комплексный характер это механизм довольно сложный который помимо изменения длины теломер приводит например к очищению организма старых клеток к восстановлению хромосом вернее днк поврежденного ну и целый вот этот комплекс приводит тому что человек омолаживается скажи пожалуйста а я ты не закончил еще да я хотел дело в том что все эти механизмы в организме человека есть понимаете оказывается действительно может восстанавливаться днк поврежденное то есть она копируется других других участков неповрежденных и восстанавливается может восстанавливаться длинный теломер тоже может восстанавливаться может происходить очищение организма старых клеток которые по сути дела отравляют организм причем довольно активно отравляет организм и все это имеет место быть но с одной стороны он может протекать очень вяло этот механизм может быть почти задавлен и тогда быстро наступает старость а с другой стороны он может развиваться очень активно очень бурно и наоборот происходит сдвиг и человек молодеет и в жизни вы сталкивались этим не раз наверняка когда видели вот человек друг откуда-то приехал с какого-то отдыха и вот какого-то отдыха и мы наблюдаем у него укорачивание то есть удлинение теломер и мы видим одновременно что человек внешне лучше выглядит вот но учитывая вот то что можно направлено этим процессом управлять результаты будут во много раз интереснее быстрее понятно константин я хотел вот что задать вопрос какой мы вчера когда обсуждали по поводу вредных привычек и как раз таки ты затронул вот такую тему ну вот скажем люди бывают пьют какие-то типа транквилизаторов так по разным причинам правда в том числе кактусы там вот этого да ну мы знаем о том что есть такой продукт что ли его называет медицин в перу не только в перу айоаско это из лиан там делают ну и так далее или пиотль который да карлос кастанеда вот и мол типа ну не совершенно не обязательно но ведь были исследования то есть 20-е годы исследовали в соединенных штатах была очень серьезная лаборатория которую потом все прикрыли но было исследование влияние каких-то психотропных средств которые сегодня называются психотропными которые не несут себе никакой скажем там негативной нагрузки о том что это просто расширяет сознание человека то есть дает ему толчок примеру к тому же к тем же полетам пример вот человек не может усилиться признаться не может никуда улететь да а вот взял попил этот там чет такое и у него сознание бах и он сразу улетел вылетел и полетел куда ему надо а почему надо называть это вредной привычкой ну во первых это не вредная привычка вредные привычки я имел ввиду алкоголь я имел ввиду курево и наркотики в том числе но курева вот этих препаратов они в определенных духовных школах индейцев применялись строго под контролем гуру так скажем и они использовались только для того чтобы действительно дать толчок чтобы как говорится человек ухватил за как говорится за кончики веревочки при помощи которых можно этими процессами управлять это неплохо да как сказать дело в том что все равно этот процесс если вы просто употреблите препарат он будет неуправляем если его употреблять в качестве ну наступает привыкание и так далее качестве исследования ну наверное возможно но там его приму его есть было смысл применение применение в качестве исследования также тоже грохт кстати применит изучал воздействие лсд на человека то есть все это было в определенных целях понимаете а вот если мы начнем пропагандировать такую вещь и люди начнут их хапать а потом неуправляемые совершенно выходы при которой человека несет неизвестно куда и что и чем это кончается а потом еще все таки влияние остается по состаточное после после возвращения когда человек находясь в дневном создании ходит а у него состояние такое далеко не лучше он рискует головой например переходя дорогу например заторможенность реакции можно под машину попасть и все такое поэтому я не не старую не являясь сторонником вообще применения психотропных препаратов вот таких практиках лучше четко освоить вот эти упражнения научиться управлять собой и они просто не нужны тогда эти препараты ну это логично но кроме того их применение просто-напросто запрещено и приятности больше естественно мы не говорим об этом мы сейчас в целом это обсуждаем и но ведь есть случаи когда в частности вот мне написала женщина одна но наша студентка продана другого курса курса ольги викторовны и там есть медитации погружения ну типа той медитации которую мы будем делать сегодня или той медитации которая была вчера облегченная и вот она написала что после медитации у меня начались спонтанные выходы из тела означает то есть это означает иными словами то есть она испугалась и это означает что ну как бы тоже это может быть опасно или нет мы сейчас делаем медитации ну дело в том что я не считаю что это было бы опасно в общем то то что у нее выходы были суде как описано это было что она тем более вылетала летала недалеко от дома своего по плану это классические выходы вот какой медитации где на этот какой на курс проходила на него не указал нет теперь уже разобрался на потом ответила я написал сказали да она проходила другой курс просто курс медитации совсем еще раз курс другой ну не у нас нет не у нас нет ну вот все понятно это побочный эффект просто курса медитации вот мы сейчас делаем медитации а после этого у нас по расписанию как бы до следующий урок но уже в другого курса курс полета астральных так вот смотрите кто скажет не знаете как люди будут реагировать а вдруг вот после этих медитаций начнутся спонтанные выходы просто простой вопрос не опасно ли они ну человек улетел и потом еще и не вернется и не было случаев которые бы ну были опасны по-настоящему за исключением там пару случаев когда люди грубейшим образом нарушали технику безопасности лезли на рожон вот об этом идет речь не знаю что он творит не надо толкать пальцы в розетку проверю и таким образом проверять там наличие тока и никаких проблем особых не будет вот потому что любое дело которое можно делать вы спортом занимаетесь например плаванием занимаетесь проводным подводным плаванием подводной охотой занимаетесь и что будет если вы нарушите технику безопасности или на горных лыжах катаетесь понятно что будет результаты бывают и весьма печальные результаты бывают потому что те же самые горные лыжи на втором месте по опасности после автогонок однако масса масса людей не занимается и как говорится большим большинство на пользу идет но есть отдельные которые плохо кончаются там вы представляете поле брэк катался на лыжах и ну и не совладал и это была причина его смерти правда возрасте 96 лет но тем не менее это я по ассоциации с горными лыжами поэтому в астрале на горных лыжах лучше не кататься мало ли а кстати в одном из выходов антон встретился своим братом и он катался там он любил горные лыжи здесь на земле любил его нету его не было много умер вот и он сказал что там он катается получает огромное удовольствие потому что возможности для этого намного больше чем здесь то можно такие выдавать вещи на этих лыжах которые здесь никак не сделать но неудивительно но да ясника хорошо хорошо ну ладно вернемся тогда в нашу тему то есть как сделать нам так чтобы для начала да мы теперь знаем о том что стрессы они ну и и как бы и так знаем о том что они любой стресс он негативно влияет на наше физическое состояние на наши продолжительность жизни в том числе и так далее но вопрос в том как не быть в состоянии стресса как избежать вот эта стрессовая ситуацию то есть есть два варианта как я понимаю да ну для начала надо этому учиться а второй вариант когда уже стрессовая ситуация как надо ее контролировать вот я приведу один пример у меня и знакомая здесь чикаго и она начала заниматься методики хаса силва да знаешь ну есть такой я не помню он жив нет хаса силва очень интересная методика и короче говоря она занимала занималась и она научила собой владеть и вот она ехала на машина попала в аварию вот и машина перевернулась но когда приехала на место уже там полиции скорая помощь они с удивлением обнаружили что она эту ситуацию проконтролировала как каким-то образом уже после аварии момент там удара там столкновения не знаю и когда уже машина начала переворачиваться то есть любой человек естественно в панике но она с холодным умом сумела каким-то образом даже повернуть ключ зажигание и выключила короче двигатель а если бы она этого не сделала машина горела то есть естественно она могла бы взорваться ну смысле возгорание было то есть это взорвалось бы но она это видите сумела сделать и она не могла это объяснить это было на автомате это потом уже экспертиза нашла это вот то есть с помощью видите определенных техник все таки можно подготовиться правильно чтобы контролировать ситуацию как вопрос вам ну есть более такой пример еще похлеще с советской женщина которая единственная выжила в автокатастрофе упав с высоты 4 километра или выше как смысле самолет до самолете самолет разрушился это падала она вспомнила фильм где тоже вот кто-то выжил и она это героиня фильма этого кресла себя засунула и в кресле так сказать падала и она тоже уселась в кресле держалась за него руками и кресло это так сказать в каком-то углу не тормозило и кончилось тем что она все таки осталась жива она упала с такой высоты вела себя совершенно правильно и осталась жива ее спасатели нашли на и как говорится хотя совершенно не ожидали найти кого-то живых то есть есть люди которые да могут это контролировать но хорошо а как в процессе точнее ну в процессе получения стресса как можно себя запрограммировать быть готовы к этому стрессу или как но дело в том как раз готовится к стрессу и не нужно можно от него отстраниться как вот именно переключиться на вот это сознание базовое ясного спокойствия и смотреть на все несколько по-другому чем мы смотрим и тогда вот эта вот ситуация стрессовая она просто-напросто вот не лупит нас кувалдой по голове мы ее воспринимаем да воспринимаем мы ее анализируем анализируем но вот как говорится эмоционально очень сильно она на нас не действует тогда а негативные эмоции они в общем-то очень сильно влияет на человека и вот это один из вариантов отстранения стресса кроме того действительно есть смысл прямо что вот выбрать какой-то момент там несколько там какой-нибудь час где-нибудь или там полчаса хотя бы то можно было выполнить определенную медитацию вот построена на снятие напряжения и сбросить его кстати как только напряжение сброшено будет вы будете опять таки смотреть на вот эту ситуацию совершенно по-другому я не говорю про трагические ситуации по-настоящему трагические там ситуация там уже другой расклад идет но вот большинство стрессовых ситуаций большинство кстати они даже не заслуживают того чтобы из-за них вот страдать из-за них вот мучиться из-за них себе укорачивать жизнь потому что сплошь и рядом они являются просто бытовыми ситуативными ситуациями просто когда вы можете переключиться с эмоционального фона и трезво на все посмотреть спокойно с определенным анализом взять себе в руки причем опять таки еще раз говорю не задавливать себя это ничего не даст ровным счетом ничего не даст а просто переключиться вот она хату включили и спокойно посидели и подумали вот ситуация совершенно будет другая вы просто даже по другим просто ситуация которая вас окружала она примет совершенно другую окраску вы ее будете видеть по другим углам зрения и сплошь и рядом может оказаться что те трагедии которые вы себе рисовали я имею ввиду не были не настоящими трагедиями потому что ну настоящие бывают но в общем то они редко бывают понятно ну хорошо давайте мы тогда начнем настраиваемся на поток тонкой белой энергии которая опускается на макушку головы считается что человек который находится в состоянии стресса он его заедает но дело в том что когда мы питаемся когда мы заедаем то есть это неблагоприятно нас влияет то есть мы как бы избавляемся от стресса что 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 более полезнее если можно так сказать избавиться от стресса или заить начать его заедать такие такой такой методика короче говоря избавление избавиться от стресса чем заедать это лучше да но но во всяком случае когда человек бросает курить к примеру у него на первое время появляется жор ему хочется беспрерывно есть причем это действительно сложно контролировать тогда по-настоящему сложно вот ну и соответственно набор лишних килограммов запросто обеспечен и очень мало кто из тех кто бросил курить они вот на первой стадии прошли обошли эту проблему я в том числе вот поэтому это тоже самое задание стресса как вы относитесь к тому что человек является ли это стрессом но это стресс для организма когда человек подсел на сладенькое ну как то вот я бы не сказал что это стресс ну как сказать с одной стороны стресс для организма потому что система как реагирует ну как это поджелудочная начинается это же там сладкое это опять же это не сахар на самом деле это сугубо индивидуально я бы сказал сугубо индивидуально потому что есть люди которые едят очень много сахара кстати я свое время тоже его очень много ел а потом были конкретные случаи когда действительно люди ели много сахара никакого диабета при этом не было а когда вот они его начали ограничивать у них проблемы с сердцем начинались врач прямо говорил что в общем то не надо вот сердце глюкозы требует но там сахароза она преобразуется в глюкозу все равно вот поэтому этот вопрос сугубо индивидуальный но для большинства конечно если слишком много сахара есть в конце концов во-первых жирок откладывается во-вторых может быть проблемы с содержанием сахара в крови и диабет второго порядка может возникнуть хотя сейчас по последним данным его прямо не связывают с ну с большим потреблением сахара а вот со средством кстати связывают просто некоторые любят себя баловать вкусненьким сладеньким и получать от этого удовольствие в разумных пределах я не вижу тут какой-то большой проблем но если говорится постоянно там лошадиными дозами сахар есть ну конечно тогда будет плохо можно а мне все-таки кажется что это проблема для очень многих и это как раз таки является стрессовой ситуации для организма потому что организм не должен есть вот опять же это же сахароза это же не глюкоза это сахароза и опять же это влияет очень серьезно на ну на поджелудочную и так далее и развитие естественно сахарного диабета так это считается ну еще раз не будем сейчас углубляться в какие-то вот экскурсии там плана а как можно и можно ли с помощью вот ваших методик вашей методики считая что это стресс сделать какую-то такую медитацию я думаю что многие захотели бы вообще-то можно Майкл можно можно просто-напросто при помощи медитации сделать так человек просто не будет хотеть от сахара есть вот вы представляете сколько у нас людей не хотим вот если мы хотим а себя ограничиваем заставляем не есть это тяжело очень тяжело и при первом удобном случае происходит срыв а вот если мы просто не хотим ну соответственно мы не хотим и мимо проходим равнодушно и все поэтому просто-напросто можно определенным образом медитацию построить так чтобы мы просто не хотели есть этот сахар ну не хотели вот там допустим 4 ложки человек ест ему хватит 2 ложки да нет ну я не про ложек а я про сладенькое имеется ввиду там тортики всякие там печеница конфетки ты знаешь я тоже грешен в этом отношении иногда могу сладенькое съесть но постоянно есть конечно да вот давайте мы озаботимся вот этой медитацией вы к следующему разу нас в нее введете избавляться от тяги к сладкому это будет но чуть попозже там у нас по плану а хорошо обязательно вот и еще я скажу такую вещь что когда энергетический обмен у вас восстановится я просто не захочется есть сахар и вот и и и и